Вы слушаете канал жаж.клаб, обзор Нижневартовска. Настоящим началом Нижневартовска является берег Оби, где впервые на эту землю вступили первопроходцы. Сегодня о том периоде, когда осваивались Приобские болота, напоминает набережная, вдоль которой строят двухэтажные деревянные домики, и речной порт, первые ворота в город. Фото «британика.ком» в начале прошлого века Обь была единственной транспортной магистралью в этих малоосвоенных местах, единственным путем сообщения между населенными пунктами. Прообразом Нижневартовского речного порта была дровяная пристань, основанная в 1909 году. Вероятно, маленькому селу, выросшему рядом с пристанью, так и не суждено было бы стать одним из красивейших городов Западной Сибири, если бы не было открыто самотлорское нефтяное месторождение. До 60-х годов прошлого столетия скромный речной порт имел штат в 30 человек и более чем скромное хозяйство, состоящее из трех небольших теплоходов, деревянного пассажирского дебаркадера и лошади. После открытия самотлорской нефти сюда потребовалась доставка огромного количества грузов, что в одночасье изменило судьбу маленькой пристани, превратив ее в крупный порт, ставший настоящими воротами в новый город. В 1978 году началось строительство нового порта с 840-метровым причалом. Новый порт получил новую технику и краны, множество подсобных и бытовых помещений. Сегодня Нижневартовский речной порт является одним из самых крупных в Тюменской области, он работает не только как грузовой порт, но и как самостоятельная судоходная компания. Фото «Джиц.фр» суда из Нижневартовска ходят в Новосибирск, Томск, Ханты-Мансийск, Сургут, Салихарт. Освоили речники и малые реки Аган и Вах, по которым нефтяникам и строителями доставляются шлак, щебень и другие материалы. Нижневартовский порт – это интереснейший архитектурный ансамбль, включающий в себя речной вокзал на 200 пассажиров с привокзальной площадью, зону отдыха, множество магазинчиков, скверов с изящными декоративными фонарями, скульптурами, ограждениями. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб